дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педра мрауф и вы смотрите ежедневно обзор рынка в течение этой программы посмотрим что происходит на рынках разберем самые основные новости позорник как отреагировал рынок найти новости посмотрим и по фондовому рынку по некоторым акциям которые о которых есть некоторые новости и разберем форекс рынок тоже сырьевой рынок тоже не забудем обязательно есть очень интересны как говорится инструменты по которым лучше пройти сегодня и о них рассказать недавно начали того на такое хорошее восходящее движение и по крипто рынку тоже будет обязательно обзор в конце поэтому не забудьте посмотрите обязательно до конца как говорится по поводу сегодняшнего дня по поводу основной новости который скорее всего возможно заинтересовали уже давно всех новость вышла вчера от довольно хорошо ты отыграла на акции apple и самого геймстопа тоже эпик геймза тоже дело в суде которая была подана до многим эпик геймзом против apple где-то месяцев наверное это год назад приблизительно по моему даже больше даже чуть чуть меньше возможно 89 месяцев назад о том что apple не позволяет эпик геймз размещать свою игру на платформе apple с собственной как говорится пейментом собственным платья собственной платежной системой и в общем выиграла по факту судь судьи выиграла apple и в итоге геймстопу тоже геймстоп почему эпик геймз тоже дали возможность сохранить вот эту политику свою чтобы он мог через свою платежную систему у клиентов взимать деньги за покупку приложения игры но несмотря на это есть вероятность того что все равно эпик геймз проиграла очень жестко причем потому что в будущем apple может просто еще давить на него как монополист и статус монополист остается за ним но это не особо в дальнейшем скорее всего будет отыграться на его акции как мы видим на примере трейдзер у нашей платформы на акции apple как вы видите по факту на дневном графике но смотрится не очень не очень плохо импульс сделал коррекционно сейчас по факту укрепляется и возможно будет еще консолидироваться 152 148 максимально наверное у него будет консолидации где-то в этом районе 147 152 приблизительно консолидируется дальше пойдет скорее сюда 6 вверх но единственное что день эпик геймс пострадал довольно сильно и жестком тоже якобы укрепляется но распродали его очень жестко как вы видите смотрите как открыли свечики тоже на если не ошибаюсь дневном до дневном графике поэтому но по поводу вот этой ситуации конечно же как все понимают наверное выиграл монополист и я не знаю как это будет дальше от как это будет дальше отыграться на политике байдена который якобы очень сильно хочет остановить своих монополистов у китая есть эта возможность китай это делать китай таким же образом смотрите перевел тому что до сих пор и акции китайские ну им нельзя доверять к сожалению чайна 600 по моему технический сектора 50 падает шанжан композит опять падает и все остальные тоже шанга композит то есть выросли подросли и скорее всего опять дают какую-то определенную коррекцию что приведет тому что цена снова очень жестко падает ну навряд ли у байдера получится такая политика в общем об этом говорят многие об этом говорят что по факту его даже его план то не особо сильно может повлиять на политику монополистов и в целом как-либо повлиять на акции на цены акции основных основных гигантов сферы тем высокой технологии волмарт отрицает что он принимает лайткон в качестве платежа но обращайте внимание к чему перевел вчерашний просто ляп да о том что вроде он принимает лайткой вы смотрите такая спекуляция была очень прикольно очень забавно очень интересно и сам и подумайте с какой целью это все делается на рынках не особо хорошо отношусь к лайткоина о нем очень мало новостей и она очень сильно подвязана к биткоину и сам биткойн тоже довольно хорошо сделал вот этот вчерашний импульс который которого видно и даже на эфириуме вот темпус восходящий который был как раз на почве этой новости вал марта который вроде при не принимает лайткоин да но как мы видим они отрицают это уже и как говорят это фейк ребята не обращайте внимание мы не принимаем лайткоин кати вуд единственное что питается выложиться в канадскую тиф по биткойну канадский тифу биткоина очень известного недавно вышел на рынок и инвестиции в него могут своего рода даже менять вот этот компас действие по крипто рынку который даже был направлен на китай больше да мы брали больше всякие там горячие новости оттуда там если что-то там меняется то на крипту влияет очень сильно эта тенденция будет продолжаться но будущем скорее всего эта тенденция этот тренд будут задавать канада там сша и так далее которые по большому счету и их не изменение их нерегуляции могут больше всего повлиять на мир крипты но это тоже неплохая новость на самом деле долгосорок может каким-то образом помочь но честно сказать по поводу криптовалюты я не очень хорошо смотрю не очень позитивно смотрю сейчас данный момент 47000 максимально по биткойна он будет еще раз протестировать возможно вас отнадеживать но даже пойти вниз по поводу этой сценарии мы ранее говорили еще неделю назад о том что ребята спад начался да вот был такой импульс да но он еще раз буду вас припугнуть но в итоге в среднем сроке он может пойти вверх но он еще будет припугать вот вот это называется испугнул даже пошел вверх еще разом может это сделать то есть попад по поводу вот этого у нас был по факту в эфире разговор по моему где-то либо в криптокартели картели либо где-то еще о том что ну по факту этот импульс может произойти с целью того что просто сбросить либо же испугать покупатели которые зашли недавно и так далее и она произошла по эфире ситуации приблизительно похоже тоже 3400 может в очередной раз ближайшее время протестироваться импульсивно но затем цена развернутся поэтому обращение на эти факты внимание я особо сам не позитивно сейчас смотрю на эти две криптовалюты несмотря на хорошие новости по кейте вуду который просто по-своему могут очень хорошо повлиять на рынок крипты то есть ближайшее время реально может быть хороший импульс но насколько он будет долгим не факт я я это не могу сейчас верить просто к сожалению не за того фона который нужен для реального роста он задается временами этот фон наращивается если вы заметили по собственному опыту этот фон покрыть его наращивается наращивается накапливается потом бац импульс бац два импульса за несколько дней потом сразу все затухает на 30 на 40 процентов цены падают фикси фиксация прибыли как говорится новый шторм в сша обращайте внимание по поводу климатического изменения говорили еще месяцами ранее о том что готовьтесь к росту нефти готовьтесь к росту цены нефти конечно газа это отдельный вопрос там больше из-за холодного сезона за приближение холодного сезона растет и в целом по ряд другим причинам тоже а по поводу нефти об этом кстати тоже придут все предупреждения которые были кстати у нас наверное месяц месяц раньше по поводу того что сша ближе к осени начнутся там штормы всякие там циклона и так далее то очень хорошо повлиять на цен на рынок нефти и как мы видим тенденция дальше продолжать сам придут очень низко очень сильно низко это очень нехорошо с одной стороны но другой стороны все-таки рост продолжается вчера давали цели 71 71 60 если не ошибаюсь о том что цена может достичь эти цели но как мы видим по сей день они их не достигла и возможно все-таки 71 71 20 либо же 40 аста станут отметками от которого нефть может развернуться посмотрим что будет дальше дальше как смотрится цена может делать еще один импульс восходящий на отказ о котором очень часто спрашиваете в комментариях спасибо что пишите обязательно пишите по тем инструментам которых я возможно забываю разобрать и обращаю тоже ваше внимание на том чтобы вы обязательно писали об этом некоторые другие возможные инструменты которые вас интересуют чтобы я тоже разобрал отказ возможно будет еще продолжать свой рост как мы видим со вчера он делал своего рода коррекцию еще но сейчас продолжает свой восходить свой восходящее движение коррекция по факту завершилась можно даже так сказать но определенно от ретеста 5000 ничего страшного не будет опять 5 долларов поэтому возможно это даже очень хорошо если мы дождемся ретеста отметки и если его не будет если мы даже не спустимся ниже пяти долларов там 10 центов хотя бы или же отметка и же импульс ближайший просто дойдет это до ближе 5 5 долларов 10 центов то скорее всего даже на ждет продолжение роста умеренного роста для начала потом уже как хотя бы 30 процентов этого импульса мы пройдем вверх то скорее всего дальше можем дождаться еще до последующего роста в целом до середины этого импульса цена может снижаться 5 долларов это психологическая отметка от которой можно отталкиваться очень хорошо поэтому обращайте на это тоже золото ждет данные появляться сша который сегодня кстати а них есть напоминание упоминание в календаре если по моему они сегодня они выйдут в течение недели течение этой недели и нет сегодня сегодня изменений нет но в целом обещали что будет 5 процентов то есть такой рост конечно в моменте может поддержать очень хорошо тут просто у нас по экономическому календару больше ничего нет поэтому вот по доллару мы дошли до него вот как раз и новость по поводу инфляции да базовый индекс потребительских цен да инфляционный инфляционный релиз и тут без изменений конечно прошлый раз прогнозы то это же те же самые но говорят что будет 5 процентов то есть не четыре даже хотя тут написано 3 туда же возможно потому что месяц месяц но в целом в течение этого месяца возможно много посмотреть еще будет релизы вообще этой неделе по инфляции сша в целом ждут чтобы вот именно фрс глава фрс вышли сказали что не 4 как мы как мы думали опять то есть об этом уже идут слухи о том что скорее всего такая такая движуха будет фрс или возможно скорее всего это может по-своему в моменте поддержать доллара потом уже его дампить и дальше поддержать скорее всего ценообразование золото но пока мы не дошли до повышения процентной ставки по этому поводу золото особо можно не переживать как золото само по себе смотрится сегодня давайте посмотрим тоже и смотрится как и приблизительно вчера протестировать хочет импульсивно локальный минимум но и думаю что не доберется до локального миру просто развернется скорее всего вверх тут есть отметки 1786 еще восемь 780 780 40 это максимальная там просадка которая думаю возможно произойдет но и думаю что не доходя до них просто развернется и развернется вверх буду просто очень импульсивное снижение вблизи локальной поддержки и дальше у нас еще одна поддержка я просто не думаю что цена пойдет еще ниже поэтому тут уже просто исходя из техники можно догадаться что цена может по факту протестировать эту отметку не доходя до него просто развернуться и пойти вверх по поводу серебра тут консолидация продолжается даже не показывать никакого нисходящего движения тут есть поддержка довольно как видно может быть хорошая 2360 который протестируется в будущем наверное но затем скорее всего цену могут тоже начинать по боковику ходить дальше подниматься вверх тут очень хороший ретест отметки тут очень хороший ретест можно сказать диапазона 2340 60 до диапазона 2340 60 ну пусть протестируется дальше посмотрим я думаю что цена может еще развернуло протестовать но если мы ближайшее время такой же амплитудой продолжим такую консолидацию здесь то и даже если дождемся то это будет просто наверное часовой какой-то или 30 минутный импульс нисходящий который просто и по золоту и по среду можно протестировать вот этот минимум а который здесь у вас 2340 2360 а дальше я просто разверну цену вверх в общем по золоту обращение внимание что цены на уран тоже растут и есть вероятность того что они еще в два раза могут вырасти и об этом услышал еще позавчера но почему-то решил не обращать на это внимание а просто если вы заметили рост основной основной рост цену урана произошел именно после того как талибан пришел во власть в афганистане является одним из больших производителей урана возможно об этом не сильно много говорят но скорее всего знать и ну власть сейчас не у государства до предыдущего предыдущего именно в руках группировки определенные до которые по факту не иметь никакой никакого никакой налаженной связи с многими другими цивилизованными государственными дипломатическими силами исходя из этого конечно же такая эскаляция ситуация может и является причиной того что уран так сильно вырос от 30 до 40 и вероятность того что до 60 до 80 может выросли тоже есть об этом говорят то есть есть такая вероятность это конечно может по-своему усложнять дальнейшую работу стран которые афганистан заказывают этот уран возможно это иран возможно это россия хотя в россии есть свои как говорится ресурсы но в целом тут по поводу урана наверное все таки ситуация в конституции очень хорошо повлияло и очень хорошо будет дальше повлиять на его ценообразование скорее всего дальше по поводу японская ема хорошая новость потому что она может дальше упасть может даже ослабиться потому что министр японии ушел с поста и вероятность того что следующий человек будет обдал одобрить другие разные новые стимулы очень сильно увеличивается то есть такая вероятность приведет а может сила валюта может упасть но акция которая безумно красивая хорошо растут японские просто бомбезные они могут дальше расти то есть фондовые индексы пожалуйста смотрите японский это просто чудесная это просто чудесная картина по мне вот самая-самая лучшей экономики который может быть в этом мире и естественно дневной дневной график включу ну вот получается у нас некие 500 и некие 200 200 25 по моему это технологическая если не ошибаюсь они оба растут и обращать внимание что есть без проблема с доставкой чипов микрочипов и так далее почему япония не под этим давлением только что показал акции китайские вы смотрели как там себя чувствует здесь тоже коррекции могут быть но обращать внимание насколько сильное вот поджатие возможно даже колебание тут будет еще продолжаться не снижаясь ниже 30 процентов этого импульса они могут даже не 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 спуститься ниже 30 процентов этого импульса ближайшее время и паникей 500 паникей действует 50 по топексу тоже самая ситуация то есть тут реально золотую середину предыдущего импульса взять и спокойно просто смотреть как красиво она будет дальше подниматься и наверное коррекции и будут тоже очень минимально ближайшее время я думаю что скорее всего вообще не был снижения но может это добавлять на юсд джей пивай по-своему потом почему потому что доллар в случае если стимула развар из развернут через там месяц как обещают то доллар и так как бы крепнет я не знаю показал и вам не помню уже индекс доллара который кстати ближайшее время может протестировать локальные максимумы есть такая вероятность но дальше куда пойду скорее всего вниз это вероятность тоже есть то есть на обращайте внимание диапазон 92 60 92 40 они остаются этот диапазон остается главным этот диапазон долгое время играла довольно хорошую роль с целью того чтобы показать когда цена заходит за ним очень короткое время доллар находится в восходящем движении как цена под ней довольно долгое время находится в нисходящем движении то есть зачастую когда доллар заходит за диапазон 92 60 92 40 то очень резкий рост но затем очень быстро заканчивается но время когда находится под ней и нисходящее у нее движение либо консолидационное то она дольше продолжается поэтому на этот диапазон даже продолжаем отталкиваться единственно что есть вероятность его дальнейшего ретеста в будущем если она протестирует диапазон скорее всего дальше вниз спустится либо если сильно импульсивно будет протестировать его максимально до 93 93 20 то это тоже очень хороший сигнал о развороте то есть в случае если бы такого импульса тут гораздо лучше если бы умеренный рост скорее всего можно дождаться умеренного роста доллара просто и спокойно забить на роста акции фондового рынка сша почему потому что пока они падают мы говорили по доллару джейпи вай и сейчас посмотрим на акции сша тоже потому что относительно этот инструмент является защитной как и золото которым по которым мы показали движение сходящее по ней продолжается тут тоже рост может продолжаться ждем ретеста 110 110.15 по евро сече и доллар сече в который тоже являются инструментами довольно такими защитными тут тоже относительно ждем тут вообще объемов нету никаких по факту тоже даже дождемся по факту ретеста локальный локальных максимумов 92 20 92 извините за 2.30 по доллар сече в доллар франк и по евро франк тоже скорее всего может произойти еще один большой импульс но если он произойдет это хороший признак разворота если он произойдет если нет то цена может умеренно дальше расти евро может расти но особенно когда доллар начнет падать и божество ослабеваться потом поводу евро сече в это конечно отдельная тема но по поводу доллар сече и по поводу доллар джейпи вай можно сказать что дождаться последующего импульсивного ретеста локальных максимумов исходя из сценарий который есть якобы да и даже посмотреть что будет даже скорее всего снижение по поводу фондового рынка сша по поводу его ситуации по поводу недавнего заявления джима кармера по поводу того что друзья до конца сентября цена акции и в целом фондовый рынок сша может еще пострадать запас запасе кеша не снижаете в портфелях хеджируйте хеджируйте еще раз хеджируйте то есть от кеша не избавляйтесь пока и как вы понимаете акции еще могут пострадать ну спасибо за этот анализ единственное что до него еще том ли говорил о том что цена акции могут вырасти еще но по-моему он имел ввиду очень короткого роста либо же роста который произойдет ближайшее время концу сентября возможно и то есть я фрс будет каким-то образом продлить стимула который скорее всего не будет через месяц но нужно посмотреть здесь он не будет сворачивать стимулы то возможно будет какого-то там роста как мы видим со вчера просто произошел ретест восходить локального сопротивления 4 480 и по джонсу тоже по факту цена протестировала локальный максимум 34 тысячи 900 и дальше снижается неоднократно снижается по итогам ретеста это отметки это не очень хорошо поэтому по поводу джонса даже который попал по факту смотрится всегда сильнее всегда якобы переуспевает да то есть пере как будто переуспевает показывает картину которая будет будущем на смп тоже на все это все равно исходя из картинок который здесь ходе из отметки зеркальной которые здесь она тестируется неоднократно и цену все равно под ней находится но нельзя говорить о дальнейшем этим рост единственное что по евро по фунту и по джей пивай есть вероятность восходящего движения тут еще как импульсивного но тут дальше тоже лучше ставить на спад и на евро и по джей пивай и по австралийц юсд и на возвязан свезда очень красивые сделали импульсы сразу после ретеста минимумов причем австралийцы ниже предыдущего минимума спустился и сделал очень большой импульс восходящий и вероятность того что вот это движение пойдет выше вот этого выше середине этого импульса очень маловероятно поэтому скорее всего тут сел лимита очень хорошо будет работать возможно они будут работать даже уже просто идет спад без какого-либо ретеста вот этой середины до который здесь потом поводу австралийцев у новозеландца нужно будет осторожней тоже не смотрится не очень как будто он хочет дать нам еще от еще один возможность чтобы мы вошли в продаже чуть выше поэтому имейте ввиду австралийного зеландии с продолжая снижение тут есть психологическая петра которому она скоро дойдет обращать внимание 1.3 1.03 и 1.02 может протестироваться будущем но опять же тут есть поддержка 1.0 302 погода австралийца новозеландца продолжается движение вниз может постигнуть этих отметок gbp jpy продолжать свой рост 153 154 возможно затем идет будет произойти разворот по поводу джей пиви нзд фунт новозеландец поджать и вверх хорошие такие тени снизу отталкиваться лучше от этой отметки 1 9450 пусть будет 1 450 если ниже от отметки нехорошей выше от отметки значит все окей и конечно же ближайший разворот под вершины которые тоже возможно но лучше тут работать так то есть середину последующего импульса с целью того чтобы сделать байбеки да то есть лимитные извините лимитные побычи под золото и серебро сказали по поводу платья нас спрашивали и сегодня тоже разберем да разберем возможно со вчера как и предполагалось ретест локального минимума разворот но не очень сильный да то есть пока еще не очень сильный байден возобновляет программу вакцинации для всех граждан и кто не вакцинирован тот не может устроиться на работу то есть пока золото но и думаю что пока золото не может пользоваться никакой привилегии в плане риска в плане увеличения сильного увеличения риска на рынках не этого того риска который был прикол деда при там при когда-то до рынке рухнули сейчас можно все что съесть на рынках на фондовом реки назвать просто фиксация прибыли которые они просто сами скорее всего фиксируют и пока еще той коррекции о котором говорят нет но целью того чтобы держать кеш это иметься ввиду иметь просто иметь ввиду что цена на функция на фондовом реки может могут еще пострадать либо же просто по боковику продолжать свое движение то есть неоднократно постоянно снижаться и поэтому тут по поводу платина есть возможности вероятность на разворот но насколько он сильный я не подскажу цена ниже предыдущих минимумов довольно таких исторических даши скорее всего нас ждет перед последующей очередной ли тест локального минимума главное чтобы ниже не зашли но ниже тоже если зайдем то скорее всего 900 долларов как и раньше говорил может протестироваться ближайшее время это очень дальняя до дальняя отметка но если это произойдет просто после него уже скорее всего следует целиться на рост то есть вот мы приближаемся к сезону заболеваний например там через месяц до будет уже похолодать и статистика там уже статистика там уже но никто не сможет его поменять подменять либо не показать и несмотря на то что вакцинированы все статистика может показать такую штуку что вот кривая идет вниз идет вниз идет вниз приближаемся к этому дну это статистическое дно по заболеваниям по всем мире и вот через месяц вот он начнет снова идти вверх вот тогда золото начнет укрепляться то есть опять же мы зачастую если ставить корреляцию вот этого графика с графиком золота гораздо лучше гораздо класснее получается предугадать движение по золоту пока под давлением пока да под давлением он будет протестировать он будет дальше снижаться то есть говорит о росте золота это очень спекулятивно это очень сейчас-то очень сложно даже если что-то будет в общем тут по нефти тоже разобрали usdk тоже по факту сейчас консолидируется потому что из и доллар и нефть одновременно растут поэтому нужно подождать пока нефть или что консолидироваться либо в это время доллар не начнет сильно укрепляться будет вероятность ретеста ближайших максимум но это тоже очень спекулятивно но нефть пока растет поэтому на покупке usdk да они могут быть только скальперскими только с непонятными стоп-лоссами и так далее то есть неправильными соотношениями по биткоине по эфириуму тоже рассказали не хорошо смотрится но вероятность последующего бережащего импульса восходящего есть может был очень сильный импульс может очень такой импульс который дойдет до середине вот возможно даже не только тестирует максимума пойдет еще выше но затем я думаю будет очень хорошо поэтому я в целом нехорошо смотрю на сейчас на биткойн на фильм но есть порядок того что они могут делать большой импульс спекуляции показывают что они могут это делать спасибо душе что посмотрели этот фильм не забывайте что у нас есть акция действует акция в телеграмме в чате трейдеров с выигрышем в размере 500 долларов на счет на торговый счет трейдера обязательно в него участвуйте не забудьте подписывайтесь наш канал тоже не забудьте нажмите на колокольчик чтобы быть в курсе какие еще есть видеоролики которые у нас выходят которые можно посмотреть из некоторых из них живую то есть онлайн эфиры которые тоже не стоит пропустить особенно эфиры с александр холочек вечером эфиры с сергей заботкиным также с виктором океевом вместе спланированы заранее спасибо что посмотрели до следующей встречи до завтра всем хорошего тарауле пока пока